Добрый день, дорогие мои друзья! Совсем недавно обсуждали один из роликов, что подойдет, кому подойдет, из какой ткани и так далее. То есть для вас сегодня будет начинаться обзор тех или иных моделей, которые мы могли бы с вами своими руками выполнить. Что мне хочется сказать по этому поводу? Не все модели, которые представлены в данном ролике, мне понравились. И я сначала не хотела обсуждать то, что мне не понравилось, но сейчас я думаю, что это тоже будет не лишним для того, чтобы понять, что идет, кому идет и как нам представить себя, свое любимое тело наше, в лучшем, так сказать, свете и виде. Итак, первый комплект, который здесь представлен, это платье, выполненное из шелкового какого-то материала, может быть, это искусственный шелк, может быть, это что-то еще, и косуха. Так вот, как раз этот вариант мне не понравился, и мне не хотелось бы вам его рекомендовать. Почему? Потому что на данном комплекте вы видите то, что я называю два квадратика. Два квадратика – это отдельный верх, однотонный, и вот такой вот цветочек низ. Я не считаю, что это подойдет какой-то взрослой женщине, курпулентными формами такими, да, большими формами, потому что, на мой взгляд, это все-таки не будет ее украшать. И я бы не советовала вам делать такое, то, что здесь представлено. На платье отрезная талия, что не украшает очень часто нас. Платье лиф выполнен как бы на запах, но это имитация этого запаха, да. И еще мне не очень нравится вот такое вот оформление низа, когда впереди, перед немножко выше, спинка немножко ниже. Я считаю, что это все не слишком нам подходит. Следующий комплект, который здесь, следующее платье, которое здесь представлено, оно вроде бы само по себе тоже смотрится достаточно современно и стильно, но, тем не менее, давайте на него посмотрим. Я тоже не хотела бы, чтобы вы его повторяли. Платье называется в стиле Боха – отрезная талия. Впереди отрезная талия, она немножечко ниже естественной линии талии, достаточно с большими прибавками. Впереди юбочка оформлена двумя встречными складками, а сзади почему-то сборкой. Мне кажется, даже вот этот вот факт, они не дружат друг с другом. То есть, если сзади сборка, то я бы и впереди сделала сборку, а если впереди складки, то я бы и сзади сделала складки. Тогда бы эта модель была более такой, ну что ли, законченной и с точки зрения композиции костюма более правильной. Потом, в данном комплекте цельнокройный рукав. Вы знаете, что если мы делаем цельнокройный рукав, а размер у нас побольше, чем 54-й, то подмышкой будет много ткани. И это само по себе уже создаст лишний объем. И так у нас и в юбке объем, и в лифе объем. Я думаю, что это тоже не очень уместно и не очень нам подходит. Вот, поэтому и к тому же цельнокройный рукав для барышень с большой грудью, с большим балансом, с перегибистой фигурой, которая часто встречается в особенностях, в особенных наших фигурках, не подходит цельнокройный рукав, потому что он не предполагает у нас чаще всего вот этой нагрудной выточки. А кто пытается сделать цельнокройный рукав с нагрудной выточкой, во-первых, это очень сложно, во-вторых, это не всегда оправдано. Ту силуэтную форму, которую они стараются найти, можно выполнить совершенно другими приемами на базе, например, того же рубачного рукава, где предполагается использование нагрудной выточки, и это будет гораздо уместнее. Поэтому вот, что мне хотелось вам сказать по поводу вот этой второй модельки. Ну и дальше у нас пошла модель следующая. Нарядное платье, выполненное оно из такого трикотажного полотна с люрексом. Это просто базовая основа. Здесь вточной рукавчик, прибавки по груди, допустим, 4-5 сантиметров, прибавки по бедрам, я думаю, тоже 3, а то и 4 сантиметра, короткий рукав вточной, прибавка по окату рукава, сантиметров 6. Это просто базовая конструкция. Никакого сложного моделирования здесь нет. Нагрудная выточка переведена в боковой шов. Талиевых выточек, я тоже думаю, не наблюдается. Но если вам, вот в данной конкретной модели, но если вам захочется талию подчеркнуть, почему нет, прибавку по талии делайте сантиметра 4, для того, чтобы получить вот такую вот силуэтную форму, 4, даже 5. Делайте такие прибавки по талии. И если у вас особенная какая-то фигурка, и вам нужны какие-то полурельефы, чтобы сюда добавить, чтобы сел костюмчик, села это платьишко хорошо, пожалуйста, на здоровье. Нарядная одежда вот в таком платье, это может быть совершенно выполнимо для нас с вами, для какой-то полненькой фигурки, для какой-то особенной фигурки. Очень-очень получится хорошо. Тут и полурельефы могут быть какие-то, то есть любая базовая конструкция. Следующее платье выполнено из трикотажного полотна, как бы двуслойное, выполнено на основе А-образного силуэта. Оно уже не содержит никаких выточек. То есть это тоже базовая конструкция, у которой нагрудная выточка переведена в боковой шов, и все. А дальше прибавочка по груди та же самая 4-5 сантиметров, прибавка по бедрам те же самые 3-4 сантиметра, талия вообще никак не акцентируется, прибавка по рукавчику 5-6 сантиметров, это короткий вточной рукав, но остальное вы видите сами. Это может выполнить остальную технологию уже, что вы придумаете. Там и сочетание различных тканей может быть, и какой-то, может быть, это подъебник сделан, который подлиннее и вверх, который вот такой вот покороче подъебник, из одной ткани вверх, из другой ткани. То есть тут уже ваши фантазии разгуляться есть где. Ну и следующая модель, это тоже модель нарядная, с подъебником, вернее, с чехлом, с каким-то выполненным чехле, и из какого-то нарядного кружевного полотна. Здесь тот же самый А-образный силуэт, те же самые прибавки, которые я рассказала для предыдущего платьишка. Никаких приталиваний в данном случае нет. На этом предлагаю закончить наше сегодняшнее видео. Продолжение будет следовать.